Сфера здравоохранения. Одна из областей, где важно не только оснащение современным оборудованием, но и повышение квалификации персонала. Ведь на кону самое ценное – здоровье, а порой и жизнь человека. Поэтому реформы в системе направлены на полное ее совершенствование. Медучреждение оснащается необходимым новейшим оборудованием, а специалисты обмениваются опытом с коллегами из-за рубежа. При этом охватываются даже самые отдаленные регионы. Пример тому – Сурхандаринская область. На сегодняшний день первичную медико-санитарную помощь населению Сурхандаринской области оказывает 101 сельская семейная поликлиника, 53 сельских врачебных пункта и 15 служб первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в 160 наиболее отдаленных районах Азиса установлено 145 контейнеров, оснащенных современным медицинским оборудованием. Соответствующим указом президента с прошлого года введена программа «Сельский врач». Основная задача реформ в системе здравоохранения – это приближение медицинской помощи населению сельских районов. В Сурхандаринской области в отдаленных селах расположено 35 махалей. Была необходимость 17 специалистов. 14 врачей уже приступили к работе в рамках программы «Сельский врач». Махаля Гульбахор считается одной из самых отдаленных. Для оказания медицинских услуг населению функционирует современная семейная поликлиника. Она оснащена необходимым оборудованием. Здесь работают врачи разного профиля. Особое значение придается и деятельности патронажных медсестер. Почти каждый день они навещают больных на дому, заботятся о здоровье местных жителей. Я работаю в системе здравоохранения уже 37 лет. Мы очень рады реформам, которые поэтапно проводятся в нашей сфере. Особенно радует тот факт, что в отдаленные регионы привлекают квалифицированных специалистов. Они пользуются предоставленными возможностями и льготами. Я тоже воспользовалась программой «Сельский врач» и теперь продолжаю работу в Махале Гульбахор. Хуседин Хамидов выпускник Ташкентского педиатрического медицинского института. Молодой врач хорошо знает, что здоровье – самое большое богатство. Поэтому, осматривая каждого пациента, подробно дает рекомендации для их скорейшего выздоровления. При поддержке областного управления здравоохранения в районе врачи узкой специальности, в том числе эндокринологи, кардиологи, невропатологи, регулярно проводят медицинские осмотры. Примечательно то, что если раньше сложные операции проводились либо только в столице или в областных центрах, то сегодня такие операции при участии высококвалифицированных врачей проводятся и в районных больницах. Я считаю, что все это результат реформ. Повышение качества оказания медицинских услуг, укрепление материально-технической базы медучреждений – все это меры, предпринимаемые в целях современной диагностики заболеваний и их эффективного лечения. Продолжение следует...